Популярному Нижегородскому цыганскому ансамблю «Рада» в этом году исполнилось 25 лет. Как появился на свет Нижегородский цыганский ансамбль и какие планы у коллектива, рассказала его бессменный руководитель Елена Лазаренко. 25 лет назад образовался наш коллектив. Сначала это была небольшая группа, ребят было. В основном были музыканты. И было у меня три танцовщицы. Потом присоединился певец, цыган Ваня, как сейчас помню. И в оперном театре мы дали наш первый концерт-презентация. То есть билеты не продавались, они просто раздавались, как бы даром. Тут одни делицы даже придумали продавать эти бесплатные билеты. Даже несколько статей вышло по этому поводу. Шуму много наделали с созданием этого коллектива. И пошла уже потихонечку любовь людей к цыганскому искусству. Потому что, конечно, все видели театр, Румен приезжал, гастролирующие коллективы приезжали. А своего родного, так сказать, под рукой не было. Доступного по цене, доступного по, как сказать, чтобы можно было пригласить к столу на день рождения. Ну просто, чтобы людям было это и по карману, и жили бы мы рядом. То есть нужен был такой коллектив, тем более в таком большом городе, как столица Поволжья, наш город знаменитый. Тем более ярмарка Нижегородская. У меня такие идеи были. Я подходила к директору филармонии, разговаривала с ней. Говорю, почему бы не создать нам здесь свой коллектив? И не обязательно всегда брать гастролирующие. На этом мне сказали, нужно учиться. Вот я поступила в консерваторию, закончила ее. Потом у меня был опыт работы в других коллективах цыганских, с которыми я объездила всю страну и была за рубежом. Поэтому вот коллектив появился. И вот с того момента я себе не принадлежу. Коллектив полностью – это моя жизнь. Я не знаю даже больше, что у меня, семья больше или коллектив. Или коллектив – это уже семья. Меня муж иногда возмущается, но в принципе привык уже. И вообще члены моего коллектива и члены моей семьи, они как-то все слились. Даже не поймешь, кто тут у меня сын, кто тут просто работает, кто у меня дочь, кто просто танцовщица. Я также одинаково о них забочусь, также одинаково люблю. Приходите, все, двери открыты, садитесь, кушайте, идите помойтесь, идите ложитесь. То есть у меня как-то вот тут уже идет перемешка. Не знаю, правильно это или нет. Я всех очень люблю и хочу, чтобы у нас был хороший, крепкий такой состав коллектива, с которым можно было, как говорится, в огонь и в воду. Мы уже начали гастролировать. Вот с этого года очень бурно пошли гастроли. Сколько лет у меня была такая мечта создать здесь истинно цыганский коллектив, а не из тех людей, которые похожи и хотят. Хотелось, чтобы цыгане именно тянулись к искусству больше через то, чем Господь их наделил, петь, танцевать. И чтобы не было ни у кого в мысли, что цыгане там наркоманы, там воры, там обманщики, гадалки. Чтобы как цыгане ассоциировалось, это артисты, это красивые люди, это добрые люди. То есть мы ломаем все стереотипы, но введение какое, которое, может быть, ни у кого нет, мне хочется все-таки это на молодежь поставить. То есть в основном в нашем коллективе я стараюсь, чтобы были совсем юные люди, которые несут вот эту именно чистоту, вот эту вот еще непосредственность даже, наверное, какую-то. И в то же время, сколько могу, я им опыт передаю, чтобы это было и молодо, и свежо, и красиво, и современно. И смотрелось не только пожилыми людьми, ведь они тоже любят на молодых посмотреть, правильно? Ну и детям даже. Чтобы это было интересно от нуля до ста. Кстати, у нас самая старейшая наша почитательница, 101 год, чудесная женщина. Вот с этого года очень бурно пошли гастроли. Нас приглашала и Кировская филармония, и Дзержинский мы концерт задумались сделать и в Кстово. И идут переговоры, и у нас есть чуваши, и идут переговоры с Мордовией, то есть с Белоруссией. То есть потихонечку, потихонечку коллектив втягивается в такой гастрольный турне, которое, возможно, уже осенью начнет свою работу. Так.